Я всех приветствую на нашем очередном разборе послания Колосиным. Сегодня у нас вторая глава с 20 по 23 стих. Итак, если вы со Христом умерли для стихи мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений «не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся», что всё истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости, самовольном служении, смиренно мудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Мы помним по прошлому разу, что особое воздействие на Колосин оказывало аскеза или аскетизм тех людей, которые пытались их отвлечь от Христа, от первостепенности, от абсолютизма Иисуса Христа и придать значение Христу, как бы сказать, один из, или наряду с кем-то ещё. И Павел противопоставил вот этим аргументам аскетов, противопоставил духовные какие-то преобразования, о которых мы читали на прошлых разборах. Ну и сегодня тема аскетизма, она продолжается. Павел продолжает бичевать, обличать вот этот мнимый аскетизм, который так сильно влиял на умонастроение Колосин. Давайте пройдём по стихово, 20 стих. «Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего, как живущие в мире, держитесь постановления, не прикасаясь, не вкушая, не дотрагиваясь?» Очевидно, что речь идёт о каких-то либо иудействующих христианах, которые выпячивали свою способность к воздержанию, к аскетизму, к ведению строгого образа жизни. Либо речь идёт о каких-то античных философах, которые тоже не брезговали аскетизмом. Есть разные направления философии, есть философия, которая, ну, скажем так, не исповедует аскетизм, а есть, которая делает упор на аскетизме. Например, говорят, «Диоген жил в бочке». Не каждый из нас сегодня сможет жить в бочке. Это жёсткая аскеза, это сродни монашеству. Монашество – это тоже своеобразное такое смириномудрие, которое тоже можно назвать самовольным, которое не предписано учением Нового Завета, но оно впечатляет некоторых особо, скажем так, расположенных к аскетизму христиан, и они уклоняются в сторону вот такого практикования богоискания и попадают в ту же ситуацию, что колосень. «Не обольщайтесь вы вот этими ограничениями, как то, не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, ибо всё это, 22 стих, и сливает от употребления по заповедям и учению человеческому». Да, вот это «не прикасайся, не вкушай» – это заповеди и учения человеческие. Павел ставит здесь жирную точку, разоблачая источник вот этой аскезы, источник вот этого самовольного смириномудрия. Это люди, это не Дух Святой, это не учение Иисуса Христа и Его апостолов, это всё придумки людей, это их заповеди. Иисус на протяжении своего земного хождения, в своём служении обличал людей, которые оставили заповедь Божью, заменив его своим преданием, своим учением, своими заповедями человеческими, там, Талмудом и так далее. «Мойте чаши, скамьи, мойте то, мойте это». Примеров может быть очень много. Наконец, 23 стих. «Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смириномудрие, изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». Это только вид. Павел в другом своём послании говорил о виде благочестия. Люди, мастера в том, чтобы изобразить благочестие, изобразить религиозность, изобразить набожность. В этом люди, мастера, их не нужно, так скажем, этому учить. Как-то вот человеку присуще, по его естественному такому расположению внутреннему и наклонностям, присуще и свойственно изображать благочестие. Зашёл, например, человек в дом молитвы, раз, сразу преобразился, или в храм зашёл, сразу стал другим. А в миру, и особенно, когда никто не видит, человек может быть совершенно другим. Это имеет только вид мудрости. И это служение здесь названо самовольным. Смириномудрие это названо самовольным. Да, человек может, конечно же, пренебрегать насыщением плоти. Есть люди дисциплинированные. Здесь тоже нужно учитывать другую крайность. То есть мы можем взять вот этот пассаж, да, или посыл апостола Павла и сказать, «О, так давайте будем есть, пить, веселиться, давайте будем изо всех сил и постоянно угождать в своей плоти». Это другая крайность. Мы должны понимать, что в контексте Павел пытается отвратить или оттащить увлекающийся колоссин от аскетизма. Но это же не значит, что мы теперь должны своей плоти давать абсолютную свободу и никак её не ограничивать. Нам нужно правильно это понимать и пребывать в здравости. Да поможет нам в этом Господь. До новых встреч, до новых видео. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok